Почему мужчина хочет женщину всего на один раз? Дорогие мои, давайте сегодня разбираться в этой очень интересной и не очень простой теме. Рада вас видеть на своём канале. С вами Ольга Придухина. Я жду ваше мнение в комментариях. Особенно жду мнение от моих любимых подписчиков. Мужчин, да, женщин. Обязательно пишите. Вот как вы думаете, почему у мужчины возникает такое резкое желание, и мужчина реально очень хочет женщину. Но, да, кто-то там несколько раз, но в основном это всё заканчивается на одном разе. Действительно, очень интересно знать ваше мнение. Дорогие мои, если вы ещё не подписаны на мой канал, я вас приглашаю подписываться. Обязательно делите ваше мнение в комментариях и задавайте интересующие вас вопросы в следующих видео. Мы обязательно их разберём. Ну что, давайте сегодня начнём. Действительно, тема очень такая интересная. И многие мне этот вопрос задают, что, ну вот вроде бы он так ухаживал, он такой был обходительный, он так выпрашивал свидания. Он вот настолько он был прямо обаятельный, ображительный, и всё было хорошо, но как только у нас один раз случилось, я ему стала не нужна и неинтересна. Ну, здесь вообще, да, мы можем вот эту ситуацию поделить на две группы. Опять же, друзья мои, я не хочу абсолютно никого обидеть, но это вот моё мнение, да, и вы знаете, что я очень общаюсь много с женщинами, с мужчинами. Какой я вывод вот из этих всех историй и сделала? В первой ситуации, да, что же это может быть? Это может быть просто вот этот животный, как бы это ни казалось, слово похабное, отвратительное, что хотите про него думайте, но факт остаётся фактом, да, что когда мужчина видит женщину, да, которая его вот привлекает именно сексуально, он её хочет, да, то есть появляется сексуальное желание, появляется сексуальная фантазия, и мужчина хочет её заполучить всеми подобными способами. Причём он не хочет эту женщину, у мужчин всегда это чувство, как сказать, оно разделяется. Мужчина чётко понимает, с кем он хочет строить отношения, да, с кем он хочет рожать детей, строить семью, и кого он хочет просто вот как сексуальный объект, да, то есть вот я хочу удовлетворить своё желание, да, то есть у мужчины эта градация очень чёткая. Мужчины, ну напишите, не так ли это? Уж вряд ли бы вы вот так вот встречались с какими-нибудь там женщинами лёгкого поведения, да, у которых целая там куча разных мужиков, и прям бы вы их всех замуж звали, да. То есть безусловно, я думаю, что мои слова абсолютно верны. То есть и вот появляется вот это острое сексуальное желание. Хочется, ну а почему нет? Ведь когда мужчина, когда женщина видит очень там красивого мужчину, там сексуального, да, у каждой женщины это будет какой-то свой тип, какие-то свои галочки, да, сексуальность, кто-то, чтобы он был нам накачанный, кто-то наоборот, чтобы он там волосатый был, кто-то лысый. То есть у всех абсолютно разные критерии, да, вот этой сексуальности. Так же и у мужчин, да. У кого-то мужчина видит женщину с большой грудью, у него возникает сексуальный инстинкт, у кого-то там худенькую вызывает и так далее. То есть могут быть абсолютно разные вот эти вот триггерные точки и стереотипы. Соответственно, что происходит? То есть мужчина видит эту женщину, у него срабатывает инстинкт, я её хочу. И как завоеватель, он пытается её добиться. То есть начинается там сообщение, звонки, давай встретимся, давай попьём кофе, давай, 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 я тебя отвезу, давай я тебя привезу, давай я приеду и так далее. Соответственно, случается половой контакт, всё, женщина становится неинтересна. То есть сразу же вот эта хлопушечка схлопывается, да, будем говорить так. И женщина становится всё, ему неинтересна. Она ему неинтересна как собеседница, она ему неинтересна как партнёрша, да. Ему эта женщина была интересна как сексуальный объект, что обычно часто и происходит. Всё, да, дело сделано. Да, может быть, это повторится ещё раз, там, пару-тройку раз. Но, в принципе, какого-то вот этого бурного интереса, как это было в начале, вот этого инстинкта завоевания, вот этого инстинкта, сейчас, сейчас она будет моей, я сейчас её заполучу. Всё, этот инстинкт, он выполнен, да, галочка стоит. Всё, это будет либо следующая женщина, либо бывает мужикам вообще, да, что вот, ну, когда-то они приходят в какой-то череде, что всё это дело надоедает им. Соответственно, или ещё один момент, что во время полового контакта мужчина, видя сексуальный объект своей фантазии, он на него как бы навешивает очень большие надежды, что сейчас с этой женщиной будет такая бурная ночь. Я там её три часа там в любых позах сексуальных, всё, и она будет там пищать, визжать от восторга. А в итоге, да, случается то, что женщина там раздевается, начинается половой акт, и идёт эффект разочарования по какой-то вот причине, да. То ли она там плохо пахнет, да, или там, соответственно, допустим, или там у неё начинает живот висеть, или у неё грудь становится больше или меньше того, что вы видели визуально, да, в бюстгальтерах, в одежде, там, в лосинах, в шортах и так далее. То есть вот эти триггеры, всё, и эта женщина максимально ему становится неинтересно. То есть мужчина, думая, что сейчас, сейчас я её заполучу, и получу такое-такое, а на самом деле ничего он особо не получает. То есть эффект вот этот разочарование, и, соответственно, больше он также не звонит. То есть вот почему, на мой взгляд, обязательно пишите ваше мнение, мне действительно очень интересно знать, вот как вы думаете, почему же это только один раз, ну, или такие там парочку раз, да. То есть уж вряд ли прямо всё меньше примеров, что мужчина вдруг всё, я нашёл, это женщина моей мечты, и я буду с ней жить всю жизнь, да. Бывает такой один процент из ста. Но в основном это заканчивается именно тем, о чём я вам сегодня сказала. Поэтому обязательно напишите. Дорогие мои, совсем скоро выходит моя новая книга, которую я очень долго для вас готовила. «Мой муж. Моя крепость». Количество экземпляров ограничено. Вы сейчас уже можете оставить заявочку и сделать предзаказ, что как только книга появится в магазинах, сразу вам придёт письмо, что её можно приобрести и зафиксировать ещё по очень хорошей цене. Поэтому, дорогие мои, я вам её крайне рекомендую. Книга о мужской сексуальности. Как улучшить потенцию, эрекцию, как поддерживать мужское здоровье в течение долгого времени. Поэтому обязательно я вам её рекомендую заказать. Также, дорогие мои, жду ваше мнение, ваши вопросы в комментариях. И до новых встреч. Пока-пока. Всех целую обнимаю. И чтобы ваша сексуальная жизнь вас никогда не разочаровала.